Это в традиции России. Что я могу сказать? Это какая цена жизни была при Иване Грозному? Какая цена жизни была при Петре Первом? Какая цена жизни была при Павле? Не было в России. Никогда жизнь не ценилась. И всегда брали зачастую не числом, не умением, а числом. Заваливали окопы и в Первую мировую войну, и в Вторую мировую войну. Там опубликованы в эфире у нормальных исследователей, мы знаем. В лучшем случае один к шести равнялись потери немецких и советских солдат во время Второй мировой, но конкретно вот части Второй мировой отечественной. Сейчас модно стало этот термин не употреблять, но в рамках мировой войны произошла не с 41-го года. Я считаю там у меня, написано это где-то с лета осени 42-го, когда люди увидели, что из себя представляют немецкие оккупанты, гитлеровские оккупанты. Была и отечественная, переросла. Ну неважно, заваливали трупами один к шести. Это если не считать сателлитов, там, румынский, итальянский, генгерский, там, или части, словацкий. Поэтому ничего нового нет. Заваливать трупами, заваливать, брать числом. Не можем умением, будем брать числом. Не было никогда на России уважения к человеческой жизни. И есть такое у них крылатое выражение, бабы новых нарожают. Солдат никогда не было жалко. Были отдельные полководцы, конечно, нельзя всех огульно критиковать. Были отдельные военачальники, которые солдат берегли. Но общая тенденция, или, как сейчас говорят, тренд, вот такой. Солдат не жалко. Но мы живем в 21 веке, Павел Михайлович. Есть интернет, все могут об этом узнавать. Задумываться, начинать шевелить извиненами. Не будут они шевелить. Потому что на России меньше знаешь, крепче спишь. А крепкий сон, основа здоровья. А здоровья ни за какие деньги не купишь. И нам нельзя купить машину. А если мой муж погибнет, мы машину купим. Вот, если верить государственной пропаганде. Нет. Говорят о том, что вот холодильник должен победить телевизор. Я не верю, это в ближайшей перспективе. Или надо вообще ликвидировать телевидение в России. И второе. Надо, я не знаю, говорят, вот трубы. Когда груз 200 будет приходить там не сотнями, а тысячами. Особенно новых, мобилизованных. Вот, следуя вашей мысли. Особенно если счет пойдет на десятки тысяч. То они там проснутся, задумаются. Я в это не верю. Должно быть что-то иное. Иной какой-то толчок. Хотя некоторые вещи непредсказуемы. Сейчас часто приводят пример 17-й год. Когда солдаты, 4 года уставшие кормить вшей. Сидеть под германскими бомбами. Вошли в Петроград и так далее. Но, с моей точки зрения, там было одно но. Они были распропагандированы. Там большевики, и не только большевики. Большевики вели очень мощную пропаганду. Деньги генеральный штаб германский не забывал поставлять в необходимых количествах. Они были очень распропагандированы уже. Они нацелены были. И так что, не знаю, когда совсем уже, как ленинградский бунт, исчезло продовольствие вообще. Хлеб. Хлеб должен исчезнуть. Примерно с прилавком. И не на один день. Тогда может быть такой внутренний взрыв. А сейчас же нету ни Степана Разина, ни казацкой вольницы на России, ни партии большевиков. И даже нету ни кадетов, ни эсеров. Я не представляю, что такое должно, какой тектонический сдвиг должен быть в сознании, чтобы они решились выступить против власти решительно, массово, кардинально. В то же время я вижу признаки шатания системы. Конфликт между Минобороны и ФСБ. Между Z-патриотами и официальными пропагандистами, которые утверждают, что у российской армии все есть. Z-пропагандисты, вот эти ультрафашисты российские, Z-телеграм-каналы, они собирают деньги на все. От обуви до оружия. А официальная пропаганда показывает Путина, который приехал на полигон, и там стоят ряженые, его охранники ряженые стоят и говорят, у нас все есть, супер, как мы одеты, спасибо, товарищ Верховный Главнокомандующий, есть так точно. Ну вот полный букет. Ну вот контраст между реальностью и телевизором, он же уже нарастает. Люди, у которых из семьи выдернули члена семьи, они же видят правду уже своими глазами, они это переживают. И это противоречит тому, что есть на центральном телеканале. И я вижу противоречия, я вижу некоторые брожения внутри, я вижу, как начинает меняться все-таки внутри России ситуация. Ну дай бог, Таня, чтобы я ошибся, но я говорю, я пессимист в теории, я оптимист на практике. Хочется верить, что-то делаешь, что-то пишешь и хочу верить, но я говорю, единственное, что может все-таки, это не я говорю, мощная победа вооруженных сил Украины на поле боя, разгром, изгнание. Мы не можем, к сожалению, оккупировать Москву, хотя я все мечтаю, чтобы дошло до того, чтобы украинские вооруженные силы смогли повторить маршрут Сагайдачного, дойти до Москвы. Вот, все побеждая, все выставляемые против них российские войска. Но я пока реального для этого не вижу, а вот реально изгнать захватчиков с нашей земли, и чтобы границы Украины стали, как они были, на 1 января 2014 года. Так и будет. Павел Михайлович, вы человек, который предсказывал распад СССР, когда в это еще никто не верил. А сейчас, что вы думаете о Российской империи? Произойдет ее распад, деколонизация? Ну, вы, собственно, уже это говорили, я хочу просто подытожить. Да, есть люди, которые еще верят, оптимисты, я имею в виду оптимисты, из так называемой породы хороших русских, которые верят, что еще будет некая демократическая Россия, свободная. И, опять же, от Можа до Можа, говорят, как поляки, от Балтийского моря до Тихого океана. Я не верю в такую Россию. Россия, ее история доказывала, что она не может быть в таких пределах демократической. Эти просторы, это громадные расстояния, они внушают некое величие, может быть, психологическое. Главное, что экономически это неподъемно. Ведь за Уралом почти же ничего нет, в смысле населения. Там вдоль вот этой великой железнодорожной сибирской магистрали, а остальное все это ж мощное пространство пустое. И экономически трудно это как-то поднять. Но главное не в этом. Россия доказала, что она не может быть демократической страной в таких размерах. Но это не главное. При соединении несоединенных частей, ну я имею в виду, скажем, мусульманское население, где оно соединено в конкретных регионах, на конкретных территориях, где разные этносы с разными интересами, традициями. Вот, я думаю, третий акт распада империи, вот 17-й и 91-й, он неизбежен. И тогда, может быть, в пределах новых государственных образований будет попытка, и дай бог, чтобы она удалась, чтобы эти государства шли в сторону европейской цивилизации, а не китайской, скажем, азиатско-китайской, потому что азиатская же и Япония, и Южная Корея, это тоже Азия. Вот, чтобы они шли в этом направлении, и тогда в отдельных образованиях государственных, новых, это может получиться. Но я убежден, неизбежность распада России в время империи прошло, и будет третий акт, и не исключено, что он будет окончательным. И по логике мировых процессов произойдет демонтаж всех империй, которые еще существуют на земном шаре? Ну, там не столько империи, сколько стремления. Кого мы сейчас можем? Конечно, российские пропагандисты называют Америку империей, Соединенные Штаты, и Великобритания со своими форматами... Хорошо, диктатура, диктатура. О, диктатура, это другое дело. Диктатура и тоталитаризм, а не империя, это будет точнее. И да, хотелось бы, чтобы они постепенно цивилизовывались, хотя тут куча проблем. Вот Соединенные Штаты неоднократно ошибались и тоже наступали на одни и те же грабли, пытаясь феодальным странам, ну, это на Ближнем Востоке, это Афганистан, к примеру, свежие примеры, навязать демократию после 21-20 века. Не удалось. Это благородная, но неблагодарная задача. И она исторически преждевременна. И хочется верить, что тенденции, демократические тенденции, цивилизационные тенденции, гуманитарные тенденции возобладают. Возобладают, и человечество выйдет на какую-то такую цивилизованную, действительно, дорогу. Ну, я называю это христианского типа, европейского, цивилизационного, хотя проблем, проблем тут врос и маленькая тележка. Продолжение следует...